Спасибо, что из года в год приходите на лекции, которые, может быть, не всегда про кофе. Меня обычно зовут не для того, чтобы я вам рассказала что-нибудь про очередную ферментацию или как правильно сварить эспрессо или как даже правильно упаковать, наверное, тот продукт, который вы делаете. Меня обычно просят рассказать что-нибудь про бизнес вообще, что происходит на кофейном рынке с точки зрения бизнеса. И каждый раз это очень сложно, потому что, с одной стороны, наша индустрия развивается, можно так со стороны подумать, мгновенно. На ней происходят великолепные события. У нас разные кофейни покупают гиганты, дают им очень много денег. Кто-то, наоборот, мелкие кофейни пачками закрываются. Потом вдруг появляется новая какая-нибудь идея или увлечение, и все бегут в одну и ту же сторону. И дальше опять разбиваются о менеджменты или о какие-то свои просто личные способности или возможности. И мы получаем полный хаос, который очень тяжело управляем, если ты пытаешься стать одним из игроков рынка. То есть когда ты не пытаешься стать где-то с краю, сбоку, чуть-чуть незаметно, а когда ты пытаешься быть одним из ключевых игроков рынка кофейного, ты наталкиваешься на то, что в индустрии происходит хаотичное движение, не поддающееся никаким вычислениям, никакой структуризации, ничему. У меня есть, конечно, презентация, но поскольку тема, о которой я сегодня хотела поговорить, это управление изменениями, то презентация будет служить такой как бы основой к такими иллюстрациями того, что сейчас происходит на рынке. И я по каждой теме постараюсь успеть за час рассказать, что изменяется и как можно попробовать этим управлять, если, конечно, вы хотите строить компанию, а не иметь маленький бизнес на общей волне, которую кто-то, тем не менее, создает. Что важно с точки зрения менеджмента? Вообще усвоить раз и навсегда, что мы сейчас находимся в той стадии экономики и развития именно науки, которая связана с управлением. И эта наука, она прошла очень интересные метаморфозы. Совсем еще недавно, лет 20-30 назад, как назывался факультет управления? Помните кто-нибудь? То есть вот магистр чего? Давали должность следующую. Магистр бизнес-администрирования. То есть менеджер в то время, управленец, он был администратором. После этого в какой-то момент слово администратор переместили на среднюю позицию управленцев компании. Вот они были администраторы и придумали новую должность для управленцев. Executive. Кто говорит по-английски, понимает. Но такой исполнительный управленец. После этого тоже с этой должностью случились сложности. Администраторы стали начального уровня. Executive – это следующий уровень. И появилось следующее слово. Вот оно очень укрепилось у всех в голове. Это лидеры. То есть вы уже не управленец, вы уже не руководитель, вы уже не менеджер, вы уже лидер. И всем так нравится. Все хотят, чтобы у него на визитке. Но если не это было написано, но все сразу понимали. Я не руководитель компании, я ее лидер. Я ее веду, я ее направляю, я делаю концепции, я решаю, куда все движется. И, конечно, такие ролевые модели, их проще продавать массам. Вот юным дарованием, которые там о чем-то мечтают, вот им сказать, что тебе надо быть, получить магистра бизнес-администрейшн – это процесс. Это образование одно, потом второе высшее. Это сдача экзаменов, это защита каких-то работ, еще чего-то. Это обучение, управление людьми. А другое дело, когда тебе говорят, ты харизматичный, ты молодой, ты прекрасный лидер, ты можешь иметь компанию. Параллельно со всем этим в нашем прекрасном кофейном сообществе происходит много всего нового. И может создаться такая иллюзия у нас у всех, что мы, просто будучи харизматичными лидерами великих корпораций, можем что-то новое привнести, можем что-то создать, не имея базовых знаний, не занимаясь самообразованием. И это большая проблема. Я очень часто и много говорила со своими ребятами о том, что если они хотят заниматься кофе, вот на прошлой лекции год назад я об этом и вам рассказывала, ну пойдите, учебник химии почитайте, и биологии тоже почитайте. Вы когда были в школе, эти предметы вам были неинтересны, вы их не учили. Поэтому если вы хотите серьезно заниматься и что-то рассказывать кому-то про экстракцию или, не дай бог, про ферментацию, начните с азов. Восьмой класс учебнички взяли, почитали. В десятом классе вы поразитесь, чему вас, оказывается, учили на уроках биологии и химии. То же самое касается управленцев. Да, можно набить шишки самостоятельно и все изучить, и годам к 50 стать очень опытным управленцем. А можно попробовать поучиться. Сложность с управленцем еще и в том, что, конечно, очень много шарлатанов в этой индустрии, не меньше, чем в кофейном бизнесе, которые вам рассказывают про какие-то тренинги, про то, что можно прочитать книжку «5 шагов к успеху в продажах», «10 шагов к успешной кампании», сходить на какое-то мотивационное зажигательное мероприятие. И неожиданно подумать, что ты можешь без базы, без основы. Но если вы хотите строить действительно компанию, если вы хотите управлять, вам нужно понять, что среда, в которой вы работаете, как бизнесмен, меняется каждую минуту. Но если не каждую минуту для компании, наверное, но каждую неделю точно. Кто-то открывается рядом с вами, кто-то выходит на рынок с новым продуктом, кто-то задумал новую маркетинговую компанию. Ваши сотрудники решили, что они выросли и решили открыть новую компанию. Или кто-то из ваших доверенных лиц решил открыть вам прямого конкурента у крафт-базы. Еще что-то. Или позитивные изменения какие-то случились. Появился классный новый продукт. Появилась теоретическая возможность сделать что-то новое для рынка. И у вас эти изменения сегодня к вам поступают с очень большой скоростью. Благодаря новым технологиям, благодаря тому, что у нас есть возможность быстро двигаться. И если у вас нет серьезного стержня, на котором основано то, что вы делаете, вот что-то основательное в жизни вашей компании, вам будет очень тяжело этим управлять. Потому что фактически вы управляете ни компанией, ни людьми, ни рынком. Вы управляете изменениями. И вам важно построить структуру, которая будет уметь подстраиваться под любые внешние факторы. Что для этого нужно помимо стержня? В первую очередь мы должны осознать, как функционирует компания. На самом деле мы тоже с базовыми какими-то вещами сейчас разберемся. В основном у нас у всех небольшие компании. Вряд ли здесь присутствуют владельцы корпораций. Поэтому что у нас происходит, когда мы управляем небольшой компанией? У нас есть понятная структура. Мы как большая компания не можем себе позволить там биться президента по маркетингу. Чаще всего у нас с вами здесь есть какой-нибудь sales manager, который плюс осуществляет какой-нибудь небольшой маркетинг. Но кто на самом деле принимает решение по маркетингу в компании, в наших с вами компаниях? Кто на самом деле принимает решение? На какой новый рынок выходить? Какой продукт запускать? По какой цене его продавать? Какие могут быть новые сегменты? Конечно, это не вот эти люди. Это некий человек. Назовем его предприниматель, который эти решения и принимает. То же самое касается, например, мы маленькие компании, небольшие компании не могут себе позволить финансового директора. Это невозможно. Поэтому у нас вроде и есть кто-то какой-то финансист, но чем занимается финансист? Он чаще всего занимается бухгалтерией, и это уже хорошо, если у нас есть бухгалтер. То есть он не принимает решение, где взять кредит и брать ли его, как добыть деньги на развитие, привлечь ли фонд или, может быть, занять. Этот человек не принимает этих решений, как в обычной большой компании. Этот человек занимается учетом. Кто у нас занимается R&D? Есть какие-то люди, которые разрабатывают новые продукты, новые рецепты придумывают, на плантациях что-то делают, ищут кофе, выбирают. Но кто принимает финальные решения? Все, что связано с бизнесом. Все равно вот этот наш человек. И так далее. Практически самое страшное, что небольшие компании функцию HR вообще перекладывают на секретарей. То есть там чаще всего на входе сидит девочка без опыта бизнеса, без опыта работы, которая просто отсеивает резюме. И очень часто великолепные резюме падают в корзину, потому что она даже не поняла, что там было написано. У нее не хватает для этого квалификации. А уж развитие людей, которые на вас работают, этот человек в принципе не может заниматься. И получается, что функция развития людей, с которыми работает компания, опять лежат в сфере вот этой. Что у нас получается? Что у нас здесь люди, которые умеют быть хорошими администраторами. Администраторы. Ну, эти администраторы плюс функции там с небольшой какой-нибудь, да. И это тоже администратор. И весь наш дух предпринимательства, вот все то, что связано с построением компаний, с зарабатыванием денег, с оценкой рынка, весь получается завязан на одного человека. И это мы с вами. Это ситуация, чем она опасна? Она опасна очень простой историей. Вот если с вами что-то случилось, вы ушли, вы устали, вы умерли. Ну, всякое бывает. Чаще всего это означает для компаний конец существования. Вот вы столько работали, столько трудились, зарплату людям платили, с кофе возились, даже на плантациях там какие-то ягоды, да, пробовали. Но вот случилось, что с вами у вас пропало, снизилась предпринимательская жилка в вас по какой-то причине. Компания идет ко дну. Поэтому мы, зная теорию менеджмента, понимаем, как вообще функционирует компания, что для нас важно. Давайте назовем функционирование компаний. Это формула, которая помогает оценить вообще все, что с вами сегодня происходит. И происходит ли с вами что-нибудь. Значит, сверху назовем это внешняя интеграция. Внизу внутренняя. Так, кто учился в третьем классе школы, прекрасно помнит, что чем, как нам сделать это соотношение, да, максимально приятным. Это, вот это увеличивать, да, а это желательно, чтобы уменьшалось. Количество сил, энергии, здоровья, которое мы тратим на то, чтобы решать внутренние проблемы и внутренние вопросы, всегда кардинальным образом влияет на то, как компания себя ощущает и то, как она себя может вести в сложной ситуации. Чем больше мы тратим время на выяснение внутри компании отношений, сплетен, споров по поводу, неконструктивных споров по поводу того, что делать, да, там, я не знаю, красный или черный цвет. Вот чем больше мы тратим сюда своих жизненных сил, тем меньше у нас остается сил, потому что силы у нас конечны. Давайте признаем очевидно, несмотря на всю роботизацию, которую там мы ожидаем, у каждого человека силы конечны. И он их может распределять, особенно если мы говорим про вот этого Буратину, который все на себя замкнул. Конечная, очень конечная сила. А от того, насколько мы способны этой силой управлять и направлять ее на то или другое, да, зависит от того, куда идет компания. Если все наши силы, как руководители, направлены на решение внутренних вопросов и внутренних проблем, и тому, чтобы научить людей друг с другом работать, у нас не остается сил на то, чтобы изучать рынки, выявлять новую конкурентную среду, преимущество, бороться с конкурентами. Или наоборот, строить им ловушки и долго ждать, пока они в них упадут, да, самим идти своим путем. Поэтому вы всегда, когда вот вы можете посмотреть свой день, можете посмотреть, что занимает ваши мысли, когда вы чем-то руководите. Если все у вас направлено вот сюда, скорее всего, компанию ждет крах. И очень быстро. Как с этим справиться тема отдельной лекции, что делать внутри компании, для того, чтобы вот сюда тратить как можно меньше сил, а все силы бросить вот сюда? Это отдельно. Но одно вам скажу. Самое важное, то, на чем может строиться компания и управление ей внутри, это доверие и взаимное уважение. Это не одно и то же. Доверие и уважение – это абсолютно разные вещи. И мы должны признавать в других людях право думать по-другому. Есть очень хорошее выражение в менеджменте. Если вы собрали за стол девять человек, и у всех одно и то же мнение, восьмерых можно удалить. Зачем они вам нужны? Вам не нужно разговаривать самим с собой. Вам нужны люди, которые будут искать бреши в вашей аргументации. Вам нужны те, которые будут не бесполезно тратить ваше время, но у которых будет аргументированная, адекватная, иная точка зрения. В противном случае эти люди за столом обсуждений вам не нужны. У вас и так уже это мнение и есть свое. Да, и если все вам только кивают и поддакивают, и априори считают, что вы молодец, такую команду, с такой командой вы далеко не уплывете, потому что все будет опять завязано на вас. Поэтому мы должны и доверять, и мы должны все-таки уважать тех, с кем мы работаем, для того, чтобы их мнение, они имели право высказать, имели право ошибиться, имели право его аргументировать. Да, и пока, конечно, в небольшой компании все равно, как сказать, принятие решения лежит на руководителе. Поэтому если мы теперь, понимая исходные какие-то позиции, попробуем посмотреть, что у нас происходит в кофейном мире. А можно мне презентацию вернуть с картинками? Это, мне кажется, всем тяжело без картинок. О, спасибо. Мы для себя, но вы про нас, наверное, все знаете, рассказывать не буду. Мы для себя осознанно выбрали путь, что мы компания одного продукта. Да, у нас один продукт формулируется как кофе и чай, поэтому здесь может быть, конечно, какие-то нюансы, но тем не менее мы занимаемся очень узкой специализацией, несмотря на то, что вроде бы сеть кофеин с точки зрения маркетинга имеет огромные возможности для того, чтобы изменяться, расти и заниматься не только этим продуктом и вообще как продукт для кофейни формулировать не кофе, его качество и чай, а, например, красивую упаковку или крутой интерьер. Это тоже можно очень успешно сделать продукт и сеть кофеин. И примеры этому мы видим у нас на рынке. Или, например, мы как продукт можем сформулировать самую низкую цену на рынке, к примеру, да, и тоже сделать под это дело продукт. Но мы для себя приняли это решение, и, естественно, оно кардинальным образом влияет на то, как мы управляем изменениями, которые на рынке присутствуют. У нас не крутятся картинки. Значит, что важно было для нас? Нам нужно было выбрать исходный продукт. И на тот момент, когда мы начинали, для нас выбор казался очевидным. Мы так здорово занимаемся кофе, столько энтузиазма, столько новой информации, и такой продукт перспективный и позитивный, что есть возможность буквально делать все. Но потом, когда ты смотришь на статистику продаж, и с года в год у тебя все одно и то же, у тебя лучше всего продается большой капучино, в зернах лучше всего продается то, что не кислое. Вот если что-то кто-то покупает, вот лучше не кислое. И до сих пор все спрашивают, американо так или иначе, не до конца понимаешь, что это. И в принципе всем нет дела до твоей канатной дороги, которую ты строил, до ферментации, до того, сколько ты труда вложил. Все смотрят на упаковку, все смотрят на привычный себе формат потребления. И тут, естественно, получается, что нам с вами рынок изменить не удалось. Мы не видим на продажах того, что мы делаем, что нам с вами удалось переломить рынок, что люди стали приходить. Да, какие-то энтузиасты отдельные приходят, какие-то гости потихонечку обращаются в этот вопрос, и как-то там что-то уже различают Кению и Бразилию. Они уже способны понять, что им ближе. Но то, как нам казалось 5 лет назад, что люди будут приходить и спрашивать, а вот от этого фермера уже пришло зерно или еще через месяц будет. Этой ситуации нет в помине. Ее нет нигде в мире, ее нет ни в одной кофейне. Это все наша с вами иллюзия. Рынок нам изменить не удалось. То есть тот рынок, который существует, они пьют большую капучино. Да, у них появились пристрастия в сторону бариста. Им интересно вот этот вот наш подход, вот это оформление какое-то, еще что-то. Но сказать, что люди вот даже задают моим баристам вопрос, а что сегодня в эспрессо, да, вот когда они свой капучино пьют, ну, очень мало, очень мало интересуется. Кто-то уже может сказать, о, вчера был другой, да. Но это не говорит о том, что рынок поменялся. Поэтому все, что касается кофе, да, мы идем, мы двигаемся, мы что-то пытаемся новое делать, разрабатывать, да, особенно в области сборки, обработки, сушки. Об этом вам мои коллеги рассказали подробно уже. Было много семинаров, что мы делаем, как, да. У нас есть этот эксперимент, когда мы купили ягоды, целый контейнер. И, конечно, очень страшно, но, слава богу, на первый раз, знаете, повезло. Вроде не накосячили нигде, но ждем. Мы пока все равно не знаем, что приедет финально после всех Диминах экспериментов. Мы точно знаем, что мы продолжаем проект с Рапаэлем дальше, да. Сейчас мы будем ему строить станцию обработки для того, чтобы еще вкуснее был кофе, и мы могли там еще что-то новое узнать. Но для… для… с точки зрения именно изменений, да, я не могу сказать, что эти изменения сильно влияют на бизнес, да. Единственное, что мы… как мы подстроились под новую ситуацию. Благодаря тому, что все-таки в объемах мы выросли, мы имеем возможность закупать ягоды, мы имеем возможность уже делать какие-то новые вещи. Тем самым это позволяет нам серьезным образом реагировать на изменения курса доллара. Это очень важно в текущей ситуации. Мы… никто из вас не знаем, какой он будет в ноябре. Если почитать аналитиков, то все те, кто работает с товаром, который закупается за доллары, по идее, должны закрыться и тихо отползти в сторону кладбища. Вот. Но никто не знает. Понятно, что мир изменчив-переменчив. Но для всех, кто работает с импортом и импортом валютным, вы сами понимаете, что ваша себестоимость, она очень резко меняется сразу же, да. Даже если вы работаете с кофе за 4 доллара, за килограмм, оказывается, такой кофе есть. Меня вчера удивили, что можно покупать кофе за 4 доллара. И это и есть основной объем, который используется в нашей с вами стране. Я даже не знала, что такое бывает. Вот я думала, что 4 доллара за фунт – это самое низкое, что можно раздобыть на плантации. Вот меня очень удивили тем вообще, как наша страна относится к продукту. Но мы благодаря тому, что мы не переплачиваем станции обработки, да, делая это сами, мы не переплачиваем на каждом этапе, а покупая ягоды, безусловно, тем самым мы каким-то образом нивелируем скачки курса, которые мы все ожидаем и понимаем, что он вот-вот будет. И в этом случае нам потребовалось большое количество уважения и доверия и к ребятам, которые занимаются выбором зерна, и к фермерам, да, то есть выстроить эту цепочку таким образом, чтобы мы понимали, что несмотря на то, что мы несем риски, это для нас с точки зрения финансов дает очень серьезный, очень серьезную подушку для того, чтобы продолжать заниматься тем продуктом, который мы хотим. В логистике, к сожалению, она тоже вся, не в рублях, да, поэтому зафиксировать свои расходы нет возможности, поэтому здесь мало что меняется. Сказать, что как-то рынок логистики в нашей ситуации поменялся, нет. В основном это только цена, поэтому все, что можно делать, это консолидировать объемы, да, вы должны быть довольно гибки, если вы возите мало, обязательно кооперируйтесь с кем-то, используйте их дополнительные возможности, контейнеры, куда вы можете добросить свои мешки для того, чтобы логистика для вас не влияла на конечный результат. Но сейчас, мне кажется, только ленивый не купил себе ростер, правильно? Все же купили, наверное, за эти пять лет обязательно, и даже научились им пользоваться, и появилось много хороших обжарщиков. Как это влияет на бизнес тех, кто же был на рынке, да, ведь к тому моменту, когда вы покупали свой ростер, на рынке уже там штук 250 обжарочных компаний было, и они как-то существовали. И вот выходит новый энтузиаст с очередным проектом, с классной упаковкой, с активным отделом продаж, который начинает всех ваших клиентов обзванивать сразу же. Причем это случается еще до того, как пожарили первый бач. Только когда ростер выехал, вот уже начинается сразу, да, ваша задача, естественно, с одной стороны удержать своих, а с другой стороны, как у любой компании, у вас есть задача расти. То есть вас, ни вас, ни ваших инвесторов, ни ваших друзей не устраивает, если вы не растете. Любая компания, которая перестала наращивать свои обороты, вызывает вопросы. А с ней, наверное, что-то не так. И у вас чаще всего вы сталкиваетесь с тем, что либо вас бьют по цене, либо по сервису. Потому что, конечно, когда у тебя 10 клиентов, сервис, который ты им оказываешь, он намного лучше и во всех отношениях, чем у компании, у которой 200 или 300 клиентов. Да, просто из-за человеческого фактора. Поэтому мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит на рынке. Каждый новый игрок, который появляется, поверьте, вы его увидите в своих продажах. Они обязательно пройдутся по списку ваших контактов и что-то им предложат. И вот тут вопрос, насколько ваш продукт удерживает вашего клиента, насколько ваш бренд для него важен, насколько то, что вы им даете, действительно важно. Вот для этого, да, почему так опасно, когда мы соединяем функцию сейлс-менеджера и маркетинг-менеджера в компании. Это люди, в идеале, это люди очень разного мышления. Сейлс-менеджер – это тот, кто тащит в норку, а маркетинг – это тот, кто из норки наружу всем все раздает. И даже в маленькой компании категорически я бы не советовала, если вы хотите уметь вовремя подстроиться под изменения рынка, объединять эти функции в одном человеке. Скорее всего, он либо будет только продавать, либо будет только тратить. Но и то, и другое очень тяжело в себе совмещать. Поэтому обращайте, если вы замечаете, что рынок стал изменяться, что в вашем городе, в вашем регионе, просто в стране появилось еще там 10 новых обжарщиков активных, вам нужно что-то предпринимать. И для того, чтобы вам что-то предпринять, вы можете попробовать со всеми поговорить. Но что вы обычно услышите? Те, кто делают продукт, будут говорить, да у нас отличный продукт, маркетинг просто упаковку плохую сделал. Маркетинг будет говорить, я сделал отличную упаковку, продажники не продают, они не умеют вести клиентов. Вы придете в HR, скажете, нам нужен новый маркетинг и новые продажники. HR скажет, да мы можем, но их вы только что всех разобрали. Только что 10 новых компаний открылось, их с рынка всех как пылесосом смели. Нам некого брать на работу. И в итоге что делает главный Буратино? Он говорит, ну опять, понятно, без меня ничего не происходит. Сейчас возьму лопату, сейчас всем позвоню своим знакомым, друзьям, с которыми мы так долго выстраивали отношения, и уговорю их опять у нас покупать. Вот это не подстройка под изменениями, это не управление изменениями. Это тоже на управленцем самый частый пример в управлении, это когда нам всем показывают руку. Все знаете, я надеюсь, все, кто как-то сталкивался, что вот у нас рука, да, и у каждого пальца свое назначение, да. И управленец, какой палец управленец? Какой палец управленец? Да, конечно, большой, потому что он со всеми пальчиками взаимодействует, да. Но в России какой чаще всего палец это управленец? Иди туда и делай это немедленно, иначе мы все потеряем. Значит, в кризисной ситуации вот этот управленец нам очень нужен. То есть когда беда, когда реально кассовый разрыв, когда этапы сложных решений, вот этот управленец нас спасает чаще всего. Но тогда, когда рынок развивается, изменяется, когда рынок и ваша компания на нем себя чувствует нормально, вот это не пройдет. Вы растеряете всю команду, вы получите крайне эффективных секретарей, да, которые не могут выстроить отношения с клиентом, которые не могут продавать, которые не могут двигать компанию вперед. Поэтому вам придется быть вот этим несчастным большим пальцем, который выстраивает все вот эти внутренние интеграции, для того, чтобы ваш тыл был всегда прикрыт, чтобы у вас команда была, которая не между собой, между отделами отношения выясняет, да, которые все четко понимают, насколько ваша компания целиком в одной лодке. Вот есть важный момент в нашей индустрии, это хранение и сроки годности, да. Можно сломать массу копий, да. Например, пришел ваш маркетинг или продажник еще лучше, пришел продажник и говорит, ура, нас хотят взять большую сеть. Ну, победа, это сразу 20 тонн прирост, да. Что вам говорят? Вам бухгалтер говорит, мы должны будем эту сеть кредитовать, да. Мы полгода будем ждать оплаты. Где мы возьмем деньги? То есть мы должны засунуть кучу денег, им отгрузить, а потом через полгода, нет, мы получим те же самые рубли, которые неизвестно, сколько будут на тот момент стоить. Имеет ли смысл нам идти? Не знаю, что говорит R&D. Нельзя идти в большую сеть с нашим товаром. У нас опять пропала картинка. Почему? Потому что наш кофе нужно выпить в течение месяца после обжарки. Нужно? Нужно. Мы все это с вами, те, кто пытается спешлти заниматься, знаем. В течение 30 дней. Категорийный менеджер в супермаркете что скажет? У меня на эту категорию полтора года. И по ГОСТу это так. Для арабики высшего сорта полтора года. И я следить за вашими сроками не собираюсь. За ваш счет, пожалуйста, все, что не продалось, забирайте. И куда вы это денете, если вы в Ашан встали? Поэтому, если мы не понимаем, что мы все в одной лодке, и у нас нет четкого понимания того, зачем мы это делаем и что мы делаем, компания может начать очень сильно шатать. Особенно, когда перед нами 20 тонн в Ашан поставляют. Представляете, какие-то деньги неожиданно могут свалиться. Что еще вам скажет производство? Я его тут не нарисовала, но оно всегда есть. Они говорят, а у нас один ростр, нам надо работать в три смены. Мы вообще не знаем, как это делать 20 тонн, еще 20 тонн увеличить. И в этом случае каждый будет кивать на соседа, потому что вопрос повиснет в воздухе. А вот это несметное богатство, которым мы вот-вот должны были заработать. Из-за кого мы не заработали? Из-за того, что мы уперлись в сроки хранения, из-за того, что мы не можем пожарить, из-за того, что бухгалтер, который не финансист, не знает, где найти денег. И вообще, как работать с этим продуктом, когда ты куда-то что-то поставил. Потому что финансист, он к вам придет и скажет, да не проблема, если у тебя подписаны счета фактуры, в любом банке тебе деньги перечислят просто под эти счета фактуры. Но это бухгалтер не знает, это знает только финансист. Ты можешь продать, если ты в крупную компанию поставляешь, без проблем, ты можешь свои счета фактуры продать и получить деньги завтра. Да, с определенным процентом, но тем не менее, тебе не надо ждать. Бухгалтер в маленькой компании вам это никогда не скажет. Он, дай бог, упрощенкой занимается. Ну и серьезный вопрос, любимый наш вопрос, да? Это когда у вас какие-то изменения наступают в области приготовления напитков. Вот, например, привезли в Россию, завез поставщик прекрасную воронку под названием Бонавита. Конечно, все большие, маленькие кофейни, все ее купили, правильно? Ну все же купили в меню, ввели, ну классный способ заваривания, вкусно получается, действительно. Что происходит с этой воронкой через месяц? Вот все, кто ее купил, знают, ее надо выбрасывать, потому что у нее то клапан отвалится, то резинка отошла. Вот, мои ребята говорят, давайте на самый суперклей момент ее приклеим. Я говорю, конечно, приклеим на клей и будем кофе гостям наливать. А в тюрьму кто пойдет? Если кто-то это узнает, и потом суд на тебя подаст. И в области приготовления кофе существует масса мифов, масса новых тенденций, любой чемпионат, и возникает новая идея. Когда у вас сеть, вам важно понять, это изменение, оно кардинальное, это новая струя в кофейном мире, или же это очередной энтузиаст что-то сделал, да, но это не будет иметь никакого практического действительно влияния ни на ваш бизнес, ни на ваш большой капучино, на котором вы, собственно, зарабатываете, который вы продаете. Поэтому вот здесь очень важно, да, наша маркетинговая и предпринимательская составляющая, нас как руководителя или нашей команды в целом. Если мы способны чувствовать эти изменения, то тогда нам нужно посчитать стоимость этих изменений в рамках компании, сколько будет стоить на все кофейни закупить эти воронки, и потом их еще каждый месяц менять. Или проще их вывести из меню и еще всему рынку сказать, не покупайте, если вы не хотите выбрасывать деньги на рейд. То же самое касается новых видов приготовления. Вот мы очень долго спорили внутри относительно капсул. У нас были страшные баталии на протяжении двух лет, потому что что у нас происходило? Приходили ребята, которые говорили мне про рынок, и все говорят одно и то же. 70 на 30, 70% у любого обжарщика, кто занимается кофе, 70% он продает в капсулах и 30% в зернах. Огромный рынок, надо бежать. То есть пробуешь и понимаешь, что ты это продавать не можешь под своим брендом. То есть как бы ты не хотел измениться, как бы ты не хотел вот на этой колеснице въехать уже и все завоевать, ты понимаешь, что этот продукт от своего бренда, от своего имени продать не можешь, ни за какие деньги. И вот эта долгая совершенно проработка, разработка, пробуют и так далее. То есть у вас продажника говорят, дай продукт, а R&D говорит, мне вкус не нравится. Продажник что говорит? Да никто ничего не понимает. И это в принципе правда, да? Маркетолог говорит, я сейчас все запакую, и мы продадим спокойно. Какая разница, что у вас там не получается? Ну как-нибудь дайте мне просто продукт. И когда это происходит два года, да, ситуация немножко накаляется. И у вас уже силы, которые у вас есть, тратятся на вот эту внутреннюю интеграцию, чтобы всех между собой помирить. И чтобы все понимали, почему компания не полезет в это, пока не сделает продукт, с которым она сама согласится, который она поймет, что она имеет право брать за него деньги. Поэтому так важно вот эти слова, которые никто не любит, который любая сейчас новомодная компания ненавидит. Это называется, знаете, корпоративная культура, да? Ненавидим. Считаем, что это рабство, ермо, навязанное нам капиталистами. Я не знаю, кто еще к этому относится, но все относятся отрицательно, да? Потому что это что-то навязанное извне, да? Человеку, у которого внутренняя культура очень сильно отличается. Поэтому на самом деле вот эта функция HR в компании, человека, который занимается адаптацией человека, человек, который занимается интеграцией внутренней, который прививает ему какие-то правила корпоративной культуры, от него иногда зависит вот все то, что мы видим в нашем знаменателе. И от него очень часто зависит, насколько наш числитель быстро растет, да? То есть насколько люди увлечены тем, что мы делаем, и способны это транслировать дальше. Мы все знаем про климатические угрозы. Любой, конечно, историк или физик, или более-менее серьезная математика вам скажет, что эти амплитуды колебаний, они постоянны. Да, и с одной стороны, вот вроде тают ледники, да, шапка. И даже теоретически лет через 30 корабли будут идти не через низ, а через верх, да, из Китая в Штаты и так далее. Но что для нас как индустрии? Возможно, в кофейной индустрии из-за действительно небольших изменений климата что-то может сильно поменяться. Да, готовы ли мы к этому или нет? Можем ли мы что-то сделать? Когда мы возим несколько мешков, ничего не можем сделать. Когда мы возим контейнерами, мы должны об этом думать. Потому что одно дело лишиться бизнеса в виде маленькой кофейни, можно открыть обувной салон или начать жарить яичницу. Да, когда у вас большая компания, лишиться этой компанией, потому что у вас просто нет продукта, да, это уже очень серьезно. То есть вы теряете не только сегодняшний бизнес, вы теряете перспективу, да. То есть вот у вас должен быть ответ. Мы пока ответ не нашли, да. Мы пока не знаем, что делать в случае, если пропадет кофе. Да, потому что с кофе, скорее всего, пропадет и чай. И какого-то у нас резерва на эту тему нет. И проблема в том, что еще кофе не то, чтобы очень хорошо хранится, а заморозить нужное количество там на 4-5 лет, да, сделать запас замороженных зеленых зерен, пока не представляется возможностью. Это просто очень дорого. Когда мы выбирали формат одного продукта и, в общем, осознанно совершенно к этому двигались, мы понимаем, что это нам очень сильно упрощает процесс управления изменений, потому что чаще всего весь ответ, который есть на любой, даже самый сложный вопрос, да, то есть почему нельзя было запустить капсулу год назад, к примеру, да, если бы у нас был не один продукт, если бы мы были компанией, который занимается и тем, и этим, и вообще в основном завтраками, или, я не знаю, в основном продает свитшоты, ну, чем-то, да, то можно было бы запустить, потому что на самом деле ничего бы не поменялось ни в бизнесе, ни в компании. Да, но когда ты всю ставку сделал на сам продукт, да, у тебя нет возможности пойти на какие-то компромиссы. И очень часто вот нам в этом смысле легче, потому что мы все согласились с этой основной идеей, и поэтому внутренняя интеграция проходит довольно просто. То есть и как только человек понимает, что ему продукт не важен, в этот момент он понимает также абсолютно осознанно, что ему пора на выход, и никто на него не обижается, и он ни на кого не обижается. Он просто понимает, что основные ценности разошлись, и таким образом тоже исход человека происходит очень комфортно для всех сторон. А когда исход происходит из-за конфликтов или каких-то сильных недопониманий, то в этом случае мы имеем, конечно, тяжелую, очень тяжелую историю. Поэтому вот, например, Дима подошел после своих лекций, он говорит, а не, я не понимаю. Самый вопрос, который мне почему-то задают, почему я ушел из Double B? Говорит, я в таком шоке, потому что я им говорю, да я не ушел, я работаю, мы все делаем. Он говорит, я не понимаю, почему мне его задают. Я говорю, потому что это проблема коммуникации. Ты так написал в какой-то момент что-то, что люди поняли, это именно так. Вот, я говорю, но у меня достаточно и уважения, и доверия к тебе. Я понимаю, что мы работаем, и у нас все хорошо. Вот, это спасло на самом деле и наши отношения, и все наши проекты, которые мы делаем. Есть и другая большая, конечно, сложность, когда мы управляем изменениями, это сотрудники. Особенно, когда у нас сотрудники одного продукта, да, то есть они, ребята, разбираются в кофе, ну, или хотят в нем разбираться, хотят дома учиться, но у тебя, опять же, нет никакого резерва, да. Я замечаю очень много наших бывших сотрудников в других кофейнях, да, их с удовольствием берут на работу, подбирают сразу же. То есть как только человек выпадает из Double B, завтра он где-то работает, да, и все очень радуются, что не надо тратиться на обучение, не надо тратиться там на какое-то вдохновение, не надо тратиться на то, чтобы там человек хотел развиваться. Ему уже все привито, ему привито с точки зрения кофе правильное сознание, правильная культура отношения к этому продукту, поэтому их моментально разбирают. Но почему-то из всех больших компаний, которые работают на рынке, полноценную академию кофейную, да, построили только мы. Мы с рестораторами обсуждали тут недавно, я им задавала вопрос, вот объясните, пожалуйста, почему до сих пор нет полноценной поварской школы, сделанной вами, рестораторами. Вот мы взяли сумму, за которую я могла бы открыть 10 кофеин, и открыли академию. Вместо того, чтобы мы сами могли открыть на эти деньги 10 кофеин, которые бы зарабатывали. Мы открыли академию, которая, конечно, не может зарабатывать, и тем более не может никогда зарабатывать, как 10 кофеин. Но мы понимаем ответственность, мы понимаем, что это нужно делать, и ради вот некой такой общей цели мы это сделали. Я говорю, вы рестораторы, школу поварскую не открываете, вы берете кадры всегда с рынка, и как-то их на месте немножко учите, и еще жалуетесь, что кадров на рынке нет, кулинарный техникум — это отстой, и так далее. Базы у поваров нет, и каждый, кто познакомился с ножом и с сифоном, считает себя великим поваром. Очень часто в нашей среде каждый, кто познакомился с воронкой дома, уже тоже считает себя очень крутым бариста, и что его срочно надо брать на работу и платить ему много денег. Поэтому мы для себя вопрос решили с помощью инвестиций. Благо мы можем посчитать, мы можем подумать, мы знаем, где взять деньги для того, чтобы их инвестировать. И каждой компании нужно об этом думать. Меняющийся рынок, вот если у нас завтра по какой-то причине уйдет какое-то количество бариста, у меня ответ на вопрос есть. Я знаю, что мы будем делать, где мы их возьмем, как мы их будем учить, где лист ожидания на работу к нам, и сколько у меня уйдет времени для того, чтобы ситуацию решить. Вот мы точно справимся. Что будет, если компания, которая об этом не думает, о том, что все может поменяться завтра, вот кто-то придет с большой суммой денег и скажет, открываю кофейную сеть, он первым делом пройдется по вашим кофейням в вашем городе и заберет ваших обученных людей. Люди не думают о том, что им надо самому как-то потрудиться, что-то сделать. Они всегда паразитируют на том, что уже создано. Вот готовы ли вы к таким изменениям? Что вы будете делать? Если у вас одна кофейня, вы можете стоять сутками у кофейни и улыбаться гостям. А если у вас их пять? Хотя бы пять. У вас этой опции уже нет. И вы должны понимать, что вы будете делать на рынке ввиду отсутствия кадров. Если новый пришел, пообещал им денег, да, он через 4 месяца, через 10 месяцев разорится. Мы это все видели. Но вы эти 10 месяцев будете без ребят. Есть ли у вас ответ? Понимаете ли вы, что это происходит каждый божий день? Приходит кто-то с гениальной идеей открыть новую кофейню или ресторан. И он первое, что делает, он идет к вам. Если вы лучшие, он первым делом забирает ваши. У нас ответ есть. И я на самом деле очень благодарна тому, что мы, в общем-то, нашли в себе эти силы для того, чтобы открыть нормальную полноценную академию, где мы можем большое количество людей разом обучить. Случись что? Маркетинг – любимая тема, мне кажется, любого управленца, потому что в нем никто ничего не понимает. Классического маркетинга в России просто нет. В кофейном бизнесе нам до классического маркетинга всем просто далеко в силу отсутствия объемов и денег на полноценный совершенно маркетинг. В лучшем случае мы делаем, может быть, там милую упаковку и там наскребаем где-нибудь 500 тысяч рублей на стенд на пире, чтобы вот тут вот себя показать. Но нормальный маркетинг классический, он, конечно, весь завязан на цифры, весь завязан на изучение рынка, на четкое совершенно просчитывание, какое количество аудитории можно забрать, что с этой аудиторией делать, будет ли у нас достаточно товара произведено. Ну, то есть заберем мы сейчас аудиторию, есть ли нам что ей отдать. Например, если завтра в кофейне, как в Австралии, начнет приходить по 4 тысячи человек на смену, ни одна, ни ваша, ни моя кофейня с этим не справятся. У нас нет оборудования, которое способно такое количество чашек отдавать. И баристы наши, как только у них приходит заказ на три больших капучино, два лавандовых рафа и четыре харио, падают в обморок. Даже наши баристы падают в обморок. Они не понимают, что с этим делать, в какой последовательности, особенно если следом стоит еще кто-то и тоже что-то хочет заказать. Для большинства баристы это ситуация из-за разряда «я устал, я ухожу». Поэтому имейте это в виду. То есть любые изменения, вот мы все с вами работаем на то, чтобы увеличить трафик в кофейник, чтобы времяпрепровождение в кофейник стало модным, но при этом у нас у всех стоят там двух-трех рожковые машины. Но любой автозаправки в Италии вы увидите семь рожков. Это как бы такой минимум. Я видела и побольше. Почему? Потому что вот одновременно приехал автобус в туалет и выстроился за кофе. И вы должны им отдать, потому что автобус уезжает. Они не будут вот стоять, а без кофе это очень странно, вы не выживете. Поэтому мы к этому как индустрия, как кофейни не готовы. У нас, скорее всего, даже электричества у всех не хватит, чтобы поставить еще две машины или хотя бы еще добавить одну. Не хватит электричества даже. Поэтому вот если мы сейчас все с вами скинемся и потратим миллионы долларов на рекламу для того, чтобы люди, вот все стали пить кофе, бесполезны будут выброшенные деньги, потому что мы не переварим такое количество просто гостей. Физически не переварим. И все эти вещи нужно учитывать в маркетинге. Но самое забавное, хотела вас под конец, а, не под конец, про digital долго говорить не буду, потому что эта тема болезненная. Там очень много шарлатанов, очень много всего там происходит. Мы ставили эксперимент целый год. Мы для каждой нашей кофейни ввели отдельный инстаграм. Мы собрали огромную пирамиду из инстаграмов и аккаунтов в соцсетях. Получили очень хороший эффект с точки зрения стоимости контакта, с точки зрения вовлеченности. Показатели у нас очень крутые, но это тема часа на три. Вот не будем сейчас на ней долго заострять внимание. Скажу лишь одно, что когда у нас небольшая компания, мы стараемся все делать сами. Мы пытаемся разговаривать сами, отвечать на каждый комментарий сами. А когда у нас большая компания, мы отдаем это какому-нибудь SMM-новоявленному юному менеджеру, который двух слов связать не может, и который начинает отвечать. Люди обижаются с ошибками, еще что-то, и получается только все еще хуже. Любую большую компанию ругают именно за то, что те, кто отвечает на комментарии, это просто ужасно. Они только вредят имиджу компании, лучше не отвечать. И это очень сложный вопрос, поэтому мы у себя внутри сформировали команду копирайтеров, которые внутри компании обучаются. Они интегрированы полностью во все отделы, во все процессы. Они сидят вместе с нашими менеджерами по франчайзингу, они сидят вместе с маркетинговым отделом. То есть варятся во всей этой кухне для того, чтобы иметь возможность отвечать и разговаривать с гостями так, как привычно принято в компании. Ну вот про эффективные каналы. У нас сейчас бытует мнение в индустрии, не только в индустрии, вообще в принципе, все так заворуженно смотрят на диджитал и думают, что вот мы сейчас как спарсим аудиторию, мы сейчас как на эту аудиторию конкурентов, как дадим рекламу, и, конечно, все к нам прибегут просто очень быстро. В реальность, конечно, такова, что пока, да, отчасти это важно, но это больше работает на имидж. И до сих пор могу сказать, что одни из самых эффективных методов, к сожалению, ну так это и есть, это листовки, раздача листовок, раздача стаканов. Вот. А это самый эффективный метод. Когда человек-стакан ходит около кофейни, выручка, ребят, удваивается, честно говоря. Вот просто было X, стало 2X. Да, вот все то время, пока человек стакан ходит, обнимается, разговаривает и вообще как-то себя ведет на улице. Поэтому не забываем, что в маркетинге самое главное – это вывеска, да. И как бы нам не было стыдно, что вроде мы такие современные и такие нарядные, а, к сожалению, да, вынуждены признать, что дедовские нормальные методы работают лучше всего. О них нельзя забывать. И это тоже на самом деле управление изменениями. То есть тогда, когда мы вынуждены признать, да, то, что нам не хотелось признавать. Фоточки в Инстаграме мне самой нравятся гораздо больше, чем вот эта штука, которая ходит за чем-то у дверей кофейни. Но в данном случае мы, конечно, делаем выводы, просим у себя самих прощения, что 4 года стакан не пускали. Вот, и теперь думаем о том, какое количество стаканов заказать и куда их отправить десантам и что с ними дальше делать. У нас большие планы на этот стакан. Мы хотим делать блог человека-стакана, который будет рассказывать про кофе, про свои приключения, как он пытается сесть в такси, как он пытается залезть в метро, как он пытается в какой-то кофейне получить кофе. Ну, то есть у нас на него теперь большие планы. То есть мы пытаемся как-то все-таки его привязать к диджиталу. Но вот наш тренинг-менеджер Ира Бланк надела на себя стакан, встала на скейт и поехала в Паргорьково кататься. Вот тоже такой вариант есть. Это элемент, который повеселил всю компанию. И, в принципе, в этом нет ничего зазорного. Да, в том, что мы берем старый дедовский метод и им пользуемся для того, чтобы выживать на самом деле на этом довольно серьезном конкурентном рынке. Поэтому, когда мы решаем строить бизнес только на одном продукте, мы должны очень четко понимать, как мы будем реагировать на все внешние изменения, которые ежедневно случаются. И напомню, в первую очередь мы реагируем количеством энергии, которую мы затрачиваем на внутренние коммуникации, внутреннюю интеграцию команды, потому что от того, насколько она слаженно работает и насколько нам комфортно в ней мы себя чувствуем, у нас есть возможность мало того, что начать делегировать вот эти сложные решения, которые все связаны в одном человеке, а, во-вторых, направить все свои силы на внешний рынок и на то, чтобы двигать компанию именно во внешней среде. Если кто не знает, как меня найти в соцсетях, это вот пиарщики сказали, что так надо, это вежливо, но, в принципе, я думаю, что все знают, поэтому спасибо вам, что вы так тихо сидели и слушали скучную управленческую лекцию. Всем отличных продаж и маркетинга! Субтитры создавал DimaTorzok